Матча группа А у нас на втором канале, и как вы уже поняли, у нас карта вертига. Экстрасаут начинает за защиту, здесь уже легкая приемка, начинается ближе к пункту А, думал, закрывает пока-то Фэнга, и УСИ все-таки отвечает. Разменом, правда, теряет 37 хп, но пока ситуация достаточно ровненько смотрится, есть еще какие-то на руках экстрасаут, в случае поставлены бомбы, Соник ставит один ходжет, однако 17 хп, опять же красный отступает, а под бай никого нет. И Фелс пока его медленно занимает, закрывает красного Соника. Перед ним, Марки, к нему пока не попадают, Фелс, пытается, пытается, пытается все-таки найти где-то здесь, вот этот фраг, 2 хп у Марки теперь. Ой-ой-ой, что делает здесь Фелс? А бомба? А бомба не ставится, Лету падает, УСИ еще один минус находит, Фелс, закрывает GT, там 2 в ряд, ай-яй-яй, Фелс, 11 хп, и Фелс здесь разрулил, так и не вышло. Си, этот товарищ с самым высоким рейтингом в своей команде, GT, успел навестись на Фелс, хотя уже славил флешечку на последнее время все-таки. Успел заметить соперников, Фаэнк здесь тоже раньше реагирует, УСИ накрывает таку, и по-моему, экстрасолд начинает на раунде 14, и потом еще 2 раунда добрали. А тут Готсон надеется еще пока зацепиться за раунд, однако Соника опережает, все-таки замечает Бартин. Ну, Думау так-то сейчас, если погибает без какой-либо размены, то совсем будет все грустно, потому что это будет тоже раунд 5 в 0, а для защиты это будет крайне хорошо, правда, Думау пока не закрывает только лишь одного Соника. Не получилось 5 в 0, а времени-то нет, и надеется на чудо какое-то это бессмысленное, а вот Думау может закрыть Фэнга. Реагирует раньше, а вот это неприятно, тут сейвить можно уйти Думау. Вряд ли его найдут или погонятся за ним. Но какие-то гранаты, может быть, ты где-то валяешься в экстрасолт, это было бы неплохо собрать, а можно и так вот не стал тут торопиться, хотя мог спокойно выйти через дым, а вот теперь вместе с тиммейтом Оуси перевелся, есть прикрытие, как же вовремя здесь все-таки успел забрать Марки, правда, сам остался с одним ХП, Оуси вообще с 15, Фэлт проходит мимо Соник, еле навелся, и со старым справился. Какой-то раунд прямо на грани, на самом деле, от экстрасолт, и здесь тоже, в принципе, GT не сразу не будет. Соник-то не хочет уходить снизу, он там пока придерживает позицию, Оуси не справляется из-за цемента, и при этом ослабляется позиция под Б, однако GT сейчас не закрывает Бартина, это хоть немножко. Обмен любезностями, продолжают лететь гранаты, 35 секунд до конца, Соник все время закрывать Тако. Поджимать GT, GT пока замечает, но вовремя не перевелся на Фелпса. Пэнк, тоже немножко сменил позицию, Марки пока что закрыл Думао, бомба-то должна медленно проходить, но это все-таки АВИК. В принципе, здесь, наверное, лучшего варианта и нет, нужно сначала поставить бомбу, а потом уходить на рампу этому снайперу. Проблема в том, что Марки один остался. Именно если мы говорим про проблему экстрасолт. Другая проблема в Готсенд, это таймер. Здесь точно бомбы ставятся, Марки должен справляться с одним, а следом уже переключаться на второго, и патронов... Ну, тут даже не только патронов в обоиме уже не осталось, но... Это можно сделать, это почти регулярно происходит, это ОСИ. Но сейчас чуть попозже эту мысль продолжу, пока что тут все-таки проходит Готсенд, перезарядка очень не вовремя, еще и дым берет Фэнк. И прострел он, так, это вообще в другой части карты у нас происходит, думал, все-таки перестреливает Марки. ОСИ, почти выскочил Фэлпс. ОСИ слышит. Тут уже забег на Б. Только-только возвращается Соник. Так, он, здорово. Успел перевести все-таки прицел здесь в последнюю секунду. Так-то потому, что Соник должен был его убивать, просто, как это часто бывает, М-ка против Каллаш. И ждет контакта снизу. При этом открывается раньше, чем заметил его Соник, хотя... Смотрите, Бартин. Как-то так увидел позже Соника. Ставил прицел сверху, но здесь ОСИ, попробуй пройди. Челку смотри. И главное, чтобы смотрели спину. А вообще остается мало времени, 50 секунд, бомба у снайпера. Уходить, не уходить, Лету непонятно. Ай-яй-яй-яй, флешечка. Лето. Теперь главное, не отпустить своего снайпера, он закрывает соперника. Еще выскакивает Фэнк. И вопрос теперь, где GT. Смотрит так-то спину, но на самом деле все это время думал. Шарит, шарит игроки Годсен, потому что GT тут долго не появлялся. Ну, вообще, в таком случае, тиммейты должны были подождать, а то друг за дружкой повылетали. Подождите, GT. Замечает, и как же он легко ставит две головы. Как будто так и было задумано. Как будто он знал местоположение двух игроков. Шикарный клатч от GT. Наверное, лучше. И, возможно, даже карта стремится к долгу. Но чуть подробнее сейчас по сторонам, как команд складывается. Подробнее пройдемся. Пока что Лето. Живой, Фэлпс, закрывать GT. Еще один фраг все-таки успевает дать. Фэлпс пересмерть, а усе разменял. При этом все-таки... Ой, тишина. И тем не менее, со спины уже подходят Марки. Да, план Б заняли, Готсвенд. Поставит бомбу. Как бы, бай себе обеспечит на следующий раунд. Но. Этот раунд хотелось бы потащить, а там флешка какая замечательная. Залетела. Марки там пытался стреляться с вторым. Соник шумит. Спрыгивает. Тут битву должны закрывать. А веб-ка как бы с этим красным стреляться не очень хотелось бы. Оусе закрывает Лето. И Соник еще помогает. Закрывает, собственно, ручный атаку. Втроем выжили. Втроем сами затащили этот раунд экстрасонт. Основные гранаты на самом начале. Так, приходится тушить какой-то мольку взлетать от Фэнга. И вот он вряд... Нет, я до этого даже не забрал. Ой-ой-ой, GT, какая стрельба, кошмар. В бочину, спину не убил. А закрыл бы одного, глядишь, не дал бы бомбу поставить. А теперь что делать Оусе и Марки. Деньги-то у них будут на следующий раунд. Хотя не в таком количестве. Такие проблемы у Оусе. Тем более, учитывая, что его со спины закрывать. Думаю, нож! Резать, 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 резать. Что хотя бы какие-то девайсы он выбьет, но этого не произошло. Как хорошо-то. А может быть и не нужно было дать... Да, да, Фэнгер, да какой авик, нормальный, мы тут ломаться достаточно. А вот теперь можно найти из авиков. Лайто! Просто рванулся цемент. Видимо, рассчитывал на то, что здесь нормальный дым. Ну, думаю, последний, так что это восьмой для экстра столб. Восемь-семь, друзья, небольшой перерывчик. Это все-таки произойдет. А пока смотрим, тут быстрый забег, кажется, должен был быть под Б. Но он немножко замедлился, у меня все-таки выходит. Минус тако, но а два бирета пока здесь не помогает. Хотя немножко пострадал в GT. Соник, мы видим, что не попал ХП. Марки забирать файлапса, Бартнинг есть. Ответочка Соник! Включается! Разгоняется, находит на ножках, Бартнина перестреливает. Еще один фраг. Ух, что-то электробудка, а? Как же она заряжает, а? Был у нас уже квадрокилл на пистолетке. И здесь только три. Ну, в любом случае, достаточно близко и правда. Готов, все еще держится. Под Б, неплохо. Тако, вот он нашел один минус, но опять же, это все еще может быть мало. Но хотя бы один дал, падает однако, думал, если на атаку спиной. Нет, кучка показалась, нет. Нет, это другой игрок проходил, файл спритом. Забрал Соника. Три в три. Боятся, по-моему, обе команды. Тем не менее, Б, почти занят. Почему-то бомбу плохо не даромся ставить. Фелс, погорит ли? И здесь, и здесь Венг. Теперь-то 100% бомба поставлена, и теперь-то 100% Фенг здесь был готов что-то. Вот этот раунд, опять же, Масхед, Масхед. Он прям очень нужен. Но вот, вовс, включается, возможно, это будет решающим момент. Такая мере, два минуса своего старта, он нашел у всей пол-хп. Така, пропускает что ли? Все-таки переводится на Соника, в это же время Маркет закрывает Барти на два. Уже один в четыре. Уже оставшийся только один игрок. Экста Солд. Это 8-13. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Фелпск. А время тикает, 35 секунд. Три в четыре. Пока приходится проверять еще и цемент, но время уходит. Ой-ой-ой, Бартину как повезло нас издевать. Однако все-таки он... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. И будет паритет. Камбэк продолжается. Не знаю, что он особо еще искал. Какие-то гранаты, может быть, что-то интереснее. Может быть, алик где-то какой-то завалялся. Ну, нет, так, а ты уже тут все пробегал. И вот он, повтор. В нужный момент така включился. Я напомню, что, по-моему, по окончании первой половины у така счет был 2-15. Учитывая, что у него уже 9-19, это уже лучше. В принципе, он почти не... Молик за цемент на сей раз отсутствует. Здесь поглубже прокидывает на лето, который... Даже не тушит, кстати, его. Так, краешка. Соника в дым. При этом здесь минус Оукси. Последний GT. Вот это я не понял. Мув атаку. Окей, ладно, не было информации. Решил стрелять в дым. В итоге GT закрывает. Это минус третьего в этом раунде. Все-таки есть 14-й для экстра солд. Не знаю, почему так решил стрелять в дым. Может быть, какая-то информация прошла. Или он решил... Ладно, если стрелял в дым, окей. А куда он побежал? Вот, 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 видели? Он просто прыгнул куда-то. Куда он и прыгал, я не понял. Может, киты подбирать побежал. Экстра солд. Тут порвался куда-то Фелпс. Просто погиб. Поставил Сонька красным. С четырьмя хп лету. Все, отдал калашик. Мало что поменялось. Отдал, в принципе, калаш. Ну, чуть-чуть побольше хп у тако. В итоге он не перестреливает. Чему не Бартин, непонятно. А вот это в дым. Вот он, вот он, минус в дым. Еще один. Последний Лето с четырьмя хп. Его видели. 16-12, друзья. Ну что ж, борьба была, но не в последних раундах. И Готсенд уходит в пользу Экстра солд. А впереди Эншен, друзья. Готовый уходит. Возможно, без потерь здесь все обойдется. Не обязательно так, на самом деле, спешить. Можно и подождать тиммейтов. Не рваться здесь. Один вперед. Не фидить. Зачем тебе это? У тебя армора нет. В принципе, наплевать. Да, атака поэтому спешит. И, тем не менее, забирает еще тебе один минус. 5-0. На пистолетке для Готсенд. Что касается вертига, там пистолетку обрадовался, что там кто-то получил по голове, да, и хотел добить. Не тут-то было. Третья карта Инферно, друзья. Может быть. А что у нас по консерве? Посмотрим. Он как бы позицию не сменил. Что-то там прочекивает. Но, по факту, он вообще ничего не смотрит. Потому что дым этот играет на руку только здесь Думао. Да, он остался на 40 хп. Тут Фелпс уже со спины жмет. Должны убивать GT. Свич девайса. Не понял, почему. И здесь Летто уже просто префом стреляет по разным позициям. Марки. Бомба лежит крайне неудачно. Думао. Кто кого опередит. Опа. Вот это тайминг. Как они одновременно пикнули в разные стороны. Выглядел красиво. Но пока 5-0. Экстрасолт, наверное, камбэк от не привыкать. Насколько сильно затянет. Дым все-таки запрыгивает. При этом падает Летто. Думао все еще жив. 99-99 у него. Еще одно накрывает. Не даст ему поставить бомбу. Что ты делаешь? Факшн, что ты делаешь Думао. Умирает Дака. Два минуса на ее. Тауси последний. Как же их качают. Как же тяжело Экстрасолт. Такое чувство, как будто Экстрасолт первый раз зашли на эту карту. Но это точно не так. Как минимум два раза они успели заиграть ее на... В тех, так сказать, в тех матчах, которые показывались на их ЛТВ. Это в первую очередь против Тим Ван на ИС. В принципе, на СЕРАС под Б хорошо постреляли. Можно отсюда вообще уйти. Даже не обязательно здесь окончательно оставаться. Потому что все игроки, мы видим, Готсонс уже перетянулись под Б. И свободный А. Надо занимать, надо ставить бомбу. Оу, Соник. И здесь по голове попасть мог Тако. Все, патроны закончились у Соника. Ненадолго. Поменял Девайс Соку. Отлетает. На шару дым стрелять. Барк, надо кому больше урона получать. 34 хп у него. И уйти не удается. И есть первая рамка для Экстрасолт. Начало положено. Ну, даже не знаю, как здесь уже... На самом деле, оправдывать тот или иной момент. Возможно, дело в том, что включился Соник и Оуси, да? Ну, это тот самый раунд, когда выигрываете... Хотя тот начал топать, но, видимо, пока Молик разгорался, не успел. Бартин прокинул Молик, накладет себе дым. А попробую вокруг него потанцую. Там все-таки сзади огонь. И еще огонь. И еще огонь сюда. Но пока просто флешки. Уже не ждал он так, а что окажется последний в спине. Ну, не последний, даже предпоследний. Смотрите, так и начал разгоняться. 12.16. В принципе, на Вертигу он в один момент тоже включился. Но там все-таки его импакта не хватило. Неважно. Тако. Закрывает Оуси. Еще одного видел. Перекрывает, но не попадает. Хотя, казалось бы, да, все тут есть. Думал, флешечка, как здорово, залетел. Побежал вперед с перезарядкой. И два. Три. Ну, уже один. Три. Тако. Медленно, наверное, на него выходит. Ой, а там второй тоже игрок оказался. Притом вообще в тако он не попал. Он попал в лето. 11.3. Что-то совсем жестко. Пеншот пока что 100% на защиту. Угу. КТ супер изи брать форсы. Видите, очень тяжело. А Ешку залетело. Здорово. Немножко улучшил положение дело для Готсанд. Два в три. Проблема в том, что Экстерсон вроде как плент заняли. А при этом-то бомбы нет. Еще и сгорает марки. Даже пачка не была установлена. А при этом Готсанд находит еще один минус. Фэнк в спине. О нем знает теперь. Ну, попробуй выйти теперь тут. А может быть, даже лучше и не стоит. Правильно, что ушел. Правда, это фейк. На который Мартин, скорее всего, не поведется. А с другой стороны GT. Они расходятся как. До свидания, Бартин. Знает, ты думал? Но, но, но. А вдруг думал сейчас уйдет за пачкой. Ой-ой-ой, сразу двое. Зачем ты выходишь на двоих? Зачем? Ну ладно, опять же, он не знал, где пачка. Может быть, они убегут на... А, ну, не знаю. Ну, они же... Ты видишь, что по тебе открываются. Ладно, запутались здесь немножко и те, и другие. И в любом случае, 4-11, друзья. Небольшая пауза. Соника. Еще и второй дым. Ну, пытается, конечно, прямо попасть. GT. Тоже классная позиция у Бартина. И вот они киты. Их не пускают. Если здесь щипчики потерять, будет совсем кранты. Ах ты, как забайтили красиво. Ну, слишком классно здесь Готсен отыграли. Нет, нет. Ну, экстрасот не готова. Готсен просто по всем параметрам их на этой карте переигрывает. И за защиту, и за атаку на этой карте. Подождите, марки, два минуса. Стрельбу-то никто не отменяет. Но киты далеко, слишком. Не сесть тут дифьюзить. Просто, ну, не сесть. Как же они байтят, а? Вот каждый, каждый угол использует Готсен. Вот, серьезно. За защиту, и за атаку. Начинает стреляться. Хоп, зажались у стенки. Хоп, за коробкой. Хоп, за дым. Чуть ли не каждым пикселем пользуется. Неужели опять этого не хватит? Ну, вот, OC. Вот. Вот. Вот есть пятый. Ну, не один уже в пять сейчас выиграет Бартин. Этого же не произойдет? А, подожди. У нас пока экстра солод вот только-только сейчас берет первый раунд во второй половине. Ну, здесь просто не было размена ни в одной из ситуаций. Везде по одному умер. И не убивает! Потрачено! Ну, хотя бы сгорел тако. Слишком горячим оказалось. Узнает позиции Лето. Такая-то, OC еще просто в дым погибнет. Хотя пока размин оформляет. OC еще закрыл Лето. А вот Бартин последний. Он так и не вышел. И вот эти мейты уже погибли, а он все еще сидит. В теорию, может поставить за столб бомбу. И можно было обратно свалить, пока здесь дым. Но он будет стреляться до конца. Ай-яй-яй-яй! Не ошибается. Хотя убивает одного первого второго. Ах ты, не поверил. Не зажал окончательно в эту точку. Одну пуля или максимум две там. Ну, максимум три. Ладно. Он только начал зажим. Сразу же его отпустил. И следом сразу OC пикнул. НТ, НТ. Тоже здесь не без удачи обошлось. Очень быстро потеряли трех пирков в госсен. Тут опять же флешка летит. Куда-то в небо. Ты в зуме находишься. Вообще непонятно, когда, куда отворачиваться. Ты ее, стопроцентно, скорее всего, словишь. Еще один дым. Но пачку забрали. Решка, правда, не достал как-то. Видимо, в камеру. Так, а камбеку ты сегодня. Да, они оба здесь погибли. Один дал минус после того, как Фелст погиб. Один минус дал. Просто крестик на крестик наложился. Что-то я... Скоро подумал, может быть, там слева где-то пралево погиб. Просто там все-таки не так оставил бомбу. А проблема в том, что так с тремя хп здесь уже ничего не сделал. Ну, бомбу поставили. Гостон тоже молодцы. По-моему, это... У меня такое ощущение, что это первая бомба вообще за вторую половину. По-моему, да. Это первая установлена бомба за вторую половину. Это за сколько раундов? Три и... 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 Восемь. За 11 раундов это первая бомба. За вторую половину. Носк. Разница два раунда осталось. 12-14. Остались в Гоцон. Кстати, через там тренинг тоже один раз, может быть, играли только. И то там дали минус. Потом отбежали. И все равно потерялись. Ну, а следующий матч в случае чего... Следующий матч, который мы с вами будем смотреть, это будет триумфа по плану. А когда он начнется, это мы узнаем только ближайшие парни. Кто-то таймал, взял или мне показалось? Нет, показалось. Это у нас просто реплей показали. На секундочку показалось, что там... И третьего сюда, похоже. Нет, все-таки думал. Ну, что один в один, пол, марки только что топнул, да? Мне же это не послышалось. Он только что прыгнул. Ой, ну все. Ну, марки тут не пройдет. Ему надо выходить стрелять. Э-э-э-э... Что-то думал, решил почему-то спрятаться. Хотя, опять же, у него классная позиция. Но боялся, наверное, что его пректно просто вскроет. Но в итоге все-таки еле-еле каким-то образом 15 взяли Гоцон. Возможно, если бы я не промахнул со вторым выстрелом ОСИ. Если Соник-то ладно, там погиб, как бы он красный был. То вот ОСИ второй промах, наверное, все-таки не должен был совершать. А теперь раскидка 30 секунд. Сейчас будет так обидно прыгать этот раунд только из-за времени. Очень мало. Но на этом карте не заканчивается. Дальше допы. Так что, друзья, в чатике можно вас пока и освободить. Понимают, что делать. Поле-менее 11-4, 11-4. А вот за атаку тяп-ляп. Тут все-таки никаких пистолетных раундов нет. Поэтому допы на самом деле могут длиться очень долго. Как-то не справляется с ремонтой слетой джетти живучий. Ну а что с думал? Думал, тут даже если он пачку поставит, этот раунд ему будет крайне тяжело вытащить. Пачка здесь ничего не дает. Поэтому нужно искать жертву. Желательно, чтобы она стояла спиной. Ага. Ну, возможно, нет в 28. А Соник там готовится. Соник пока не палится, но на центре с ним пока встретится, если кто-то, только Летто, потому что остальные уже максимально к Б перетянулись. Летто, кстати, не пошел в змейку. Можно было. Скоро в итоге Бартина. Летто не попал, а это было очень важно. А теперь справиться с Лисмарки. Ну, допустим. Оуси закрывает АКО. Что делать, Летто? Что делает? О-о-о, ответ . Оуси. Наконец-ки кто-то попытался прострелить. Но Оуси говорит, чувак, я тоже так могу. У меня авик. И ноу-скопом, прострелом добивает своего соперника. Называется, у кого прострел сильнее. Интересно, Оуси сможет за атаку так агрессивно играть с авиком? Он там набрал уже свои 28 фрагов, кстати, тоже. 28 пока максимум. Через центр, вот именно через центр, через, так сказать, парадные двери Готсант ни разу не заходил. Через мейку они не ходят. И ходи раз тут убили, осталось-то всего ничего. Ну, а еще раз, друзья, напоминаю, следом, в случае победы, ExtraSault сейчас 2-0. Если это произойдет, то у нас либо вторые допы, либо 2-0 ExtraSault. Ближайшие три раунда. Вот, следующий матч Triumf. Включил с одного забрал, думал, пытался на шарф дым кого-то убить. Это не получается, и выбор как бы нет, надо ретейк делать. Там со спины уже Фанк идет. И последний остается Думао, который находит Ли один фраг. Патроны заканчиваются, и его все-таки добивают. Хотя с ножом, по-моему, идет к сзади Соник. Поздравляем ExtraSault, друзья. Ну, а мы теперь уйдем не на полутора.